Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим картофельно-сырный рулет с курицей. Очень вкусный рулет, очень нежный. Готовиться несложно. Продукты, которые нам потребуются, вы сейчас увидите на своих экранах. Также зайдите в описание под видео, оставлю ссылочку на плейлист горячее. Возможно, что-то для себя вы там еще найдете. И запомните, я не учу вас готовить. Я лишь делюсь с вами идеями приготовления вкусной домашней еды. Итак, для приготовления нашего рулета нужно измельчить картофель, лук и сыр на терке. Я воспользуюсь комбайном. Вы делаете так, как вам удобно. Вот такая сырно-картофельная масса у меня получилась. Сейчас я сюда отправляю чайную ложку соли, два яйца и хорошенечко все перемешиваем. Это будет основа для нашего рулета. Перемешанную массу отправляем на противень. У меня противень стандартный 30 на 40. Противень нужно застелить хорошей бумагой для выпечки с силиконовым покрытием. Либо возьмите, смажьте бумагу растительным маслом. Все разравниваем и отправляем в духовку минут на 15. Нам нужно, чтобы корж схватился. Итак, температура 180 градусов, минут на 15. Отправляем наш корж. Пока запекается корж, займемся начинкой. У меня 3 куриных бедрышка и половина большой луковицы. Сейчас это мясо нужно пропустить через мясорубку. Можно взять любое другое мясо. Можно взять куриное филе. Это на ваше усмотрение. Итак, я перекрутила на мясорубке мясо и лук. Сюда же добавляем сметану. 3-4 столовые ложки сметаны будет достаточно. И еще добавить нужно соль. Начинка должна быть слегка солоноватой на вкус. Перемешиваем нашу начинку. А здесь уже смотрите на то, чтобы начинка была достаточно жидкой. Мы должны ее намазать на наш корж. Поэтому, если начинка густовата, можно добавить немного бульона, в котором варилось мясо. Попробуйте начинку на вкус обязательно. Добавьте специи, если хотите. Ну все, начинка готова. Немного подрумянился наш корж. Вот он так сверху хорошо уже можно его потрогать. Он уже здесь не сырой, но он еще конечно не готов. Сейчас нужно начинку прямо на горячий корж намазать и скрутить рулет. До края не доходите сантиметров 7-10, чтобы хорошо скрутился рулет. Ну и здесь я тоже краешки оставляю свободными, потому что при скручивании все равно начинка еще будет расползаться у нас. Ну все, аккуратненько скручиваем. Вот так скрутился рулет. Вы его заворачиваете в ту же бумагу для выпечки, в которой вы выпекали сам корж. И швом вниз кладем на противень. Отправляем в духовку. Температура 180 градусов, где-то минут на 20-30. Тут уже ориентируйтесь по своей духовке. Что же, прошло у меня 20 минут. Вот посмотрите, достала я рулет. Вот какой он получился. Он не пригорел. Это он так зарумянился. Просто камера как-то вот искажает на самом деле цвета. Сейчас даю ему слегка остыть и будем подавать к столу. Если хотите, можете поверку еще посыпать сыром. Что же, вот такой очень нежный, очень сочный картофельный рулет у нас с вами получился. Рулет очень нежный, очень мягкий и на самом деле получился очень-очень вкусный. Приготовьте рулет по этому рецепту. Я желаю вам приятного аппетита. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Заходите и подписывайтесь на мой канал. Советуйте мой канал своим родным и знакомым. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Пусть все рецепты будут вам всегда по карману. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова